Всем привет! Меня зовут Гласёк Михаил Петрович. Я работаю преподавателем на кафедре радиофизики и электроники в Сатыкарском государственном университете. В данном уроке я хочу рассказать об инструментах, которые находятся в программе MPLA-PIX, которые позволяют упростить процесс написания программы для микроконтроллеров PIX. Эти инструменты позволяют и проконтролировать правильность вашей программы. Самый простой инструмент, который можно использовать, это комментарии. Комментарии в программе MPLA-PIX ставятся после знака точка запятой. Текст становится зелёным и мы можем писать комментарии. Например, мы можем поставить сюда комментарий и указать, что далее идёт область определения имён ячеек. Можно комментарии ставить напротив строчки. То же самое нужно поставить точку запятой и написать комментарий. Дальше, когда мы, допустим, закончили область определения имён ячеек оперативной памяти, можем так и написать конец области определения имён. Далее, напишем, что у нас программа начинается с строчки ORG0, начало программы. Теперь, что же напишем сюда? Можно записать, что 5-й бит регистра статуса устанавливается единичку. Но если вы уже опытный программист, то вам и так понятно, что 5-й бит будет установлен единичку. А с какой целью сделал это автор программы, непонятно. То есть, с какой целью сделали вы это в своей программе, непонятно. Для того, чтобы это объяснить, используются комментарии. Давайте попробуем пояснить, для чего мы это сделали. Перешли в первый банк, чтобы, вот тут напишем ещё комментарий, настроить ножки RB0-RB7 на управление светодиодами. Теперь становится ясно, что к ножкам RB0 и RB7 предполагается поставить светодиоды. Дальше, пишем комментарий, переходим в нулевой банк и пишем, что включаем светодиоды, подключенные к ножкам RB7-RB4. Далее, тут можем написать комментарий. Оставляем светодиоды включенными в течение секунды. И так далее. То есть, по вашим комментариям становится понятно, для чего вы всё это сделали. Для чего установили в единичке управленные биты порта B. Для чего вызвали задержку. Сколько времени длится эта задержка. И так далее. Можно прокомментировать каждую строчку. Это, наверное, самый простой инструмент, который можно использовать в программе MPLABX. Теперь, другой инструмент. Часто необходимо проверить правильность выполнения вашей программы. То есть, её последовательность выполнения. Для того, чтобы это сделать, можно воспользоваться вот этой кнопочкой. Называется DebugMindProject. Чтобы это сделать, вначале нужно указать на строчку, с которой вы хотите проверить последовательность выполнения вашей программы. Нужно поставить на данную точку, точку остановки. Чтобы поставить точку остановки, вы должны напротив строчки нажать один раз левой клавишей мыши. Теперь, если мы запустим программу с помощью этой кнопки, у нас произойдёт компилирование проекта. То же самое, как и тут это происходит. И программа ещё автоматически запускается. Теперь мы находимся на первой строчке. Зелёный цвет строчки показывает наше положение в программе, в которой мы сейчас находимся. Теперь пошагово мы можем выполнить нашу программу. Для того, чтобы пошагово выполнять нашу программу, мы должны нажимать на кнопку Step Into. Нажимаем. Видим, что перешли на следующую строчку. Далее, 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 далее. Теперь мы находимся на строчке Call. После строчки Call мы должны перейти на метку Delay. Проверим, так ли это будет. Нажимаем. Всё, мы перешли на метку Delay. Дальше мы находимся под программой задержки. Можем также пройтись по ней. Проверить, всё ли правильно работает. Но если мы будем нажимать так, то это может занять очень-очень много времени. Потому что набор команд, который выполняется при задержке, это большой набор команд. Если вы хотите проверить его полностью, то вам придётся, конечно, понажимать на эту кнопочку, чтобы проверить весь набор команд, исполняемых при задержке. Но если вы хотите уйти из задержки, то вы можете поставить ещё одну точку остановки, например, сюда, например, Return, и нажать кнопочку Play. Таким образом, программа выполнит этот набор строчек и перейдёт на строчку Return, а там она остановится, потому что в ней установлена точка остановки. Дальше мы можем продолжить выполнение нашей программы. Нажимаем Step Into, далее пойти по программе. Опять уйти под программу задержки, нажать Play, выполнить задержку, далее можем нажать Step Into и пойти по программе дальше. Но если мы не хотим уходить под программу задержки, есть специальная кнопочка, которая называется Step Over. Она позволяет не уходить под программу задержки и выполнить эту под программу задержку, но перейти автоматически на следующую строчку. То есть инструмент Step Over работает с командой Call. Когда мы встречаем команду Call и нажимаем Step Over, программа выполняется, но видим, что у нас остановилась всё равно под программой задержки. Дело в том, что у нас осталась точка остановки в этой программе задержки. Давайте уберем эту точку остановки и проверим кнопочку Step Over, далее. Нажимаем Далее. Вот у нас опять программа под программой задержки будет. Вот она, Делай. И нажимаем Step Over. Вот. Мы перешли вот этот набор строчек, но программа его выполнила. Дальше нажимаем Step Over и попадаем на начало. То есть мы проверили последовательность выполнения нашей программы. Последовательность нас удовлетворила. Дальше. Можно пойти следующим путём. Существуют в программе MPLA-BIX инструменты, которые позволяют контролировать, как меняется значение в области оперативной памяти микроконтроллера. Для этого нужно нажать Windows, потом Pick Memory Views и выбрать File Registers. Вот. Теперь у нас открылось окошко, которое соответствует оперативной памяти микроконтроллера. Давайте нажмём Stop и начнём отладку нашей программы сначала. Нажимаем на Debug My Project. Попадаем на первую строчку. Теперь находим вкладку File Registers и будем следить за тем, как меняется значение в наших регистрах. Видим, что в ячейке 0 и 3 находится число 1c. Если взять калькулятор и посмотреть, что это за число в 2х системе исчисления, можно увидеть, что это 2 0 и 3 единички. То есть, нулевой бит равен нулю, первый бит равен единичке, второй, третий, четвёртый бит равен единичке. Следовательно, все последующие биты равны нулю. То есть, пятый бит регистра статуса равен нулю. Давайте выполним эту строчку. Нажимаем Step Into и видим, что значение регистра статуса изменилось. Стало равняться 3c. Давайте посмотрим, что это за число. 3c. Видим, что это 0, 0, 1, 1, 1 и добавилась ещё одна единичка. То есть, пятый бит регистра статус стал равен единичке. То есть, наша строчка выполнила то, что мы и планировали установить в пятом бите регистра статус единичка. Дальше, идёт команда clrf3cb. То есть, если посмотреть по нашей стабличке, ячейка в первом банке памяти, который имеет адрес 0,6, должна обнулиться. Посмотрим. Тут сказано, что ячейка имеет значение ff. Давайте посмотрим, что с ней произойдёт после выполнения данной строчки. Нажимаем Step Into. Вот, строчка обнулилась. Более того, скажу сразу, что если у вас после выполнения строчки произошло изменение в каком-то регистре, то этот регистр начинает светиться красным цветом. То есть, видно, что где-то что-то поменялось, поэтому они сейчас светятся красным. Далее нажимаем и видим, что у нас снова вернулось значение 1c и гистер статус. То есть, мы вернулись в нулевой банк памяти. Теперь будем работать с портом b. Тут сказано, что изначально в порту b у нас записано число 10. Но если мы обратимся к документации к микроконтроллеру, то увидим, что в порт b значение ионных бит не определено. То есть, сами разработчики не знают, чему равняются биты порта b. Следовательно, и программа не может знать наверняка, чему равняется значение битов порта b. Поэтому она просто гадает. Но на самом деле, у контроллера может быть в порту b совсем другое значение. Для того, чтобы точно знать значение порта b, нужно занести значение в этот порт. Давайте посмотрим, что произойдет, когда мы выполним эти две строчки. Мы заносим в аккумулятор число, вот это число. Дальше нажимаем выполнить. И теперь должны это число записать в порт b. Выполняем. Видим, что число изменилось. Было 10, стало f0. Посмотрим, что значит f0 в 2 системе счисления. f0. BIN это 1110000. То есть, это самое число записалось в порт b. Далее нажимаем, уходим под программу задержки, можем посмотреть, как меняется значение в регистрах рег-1, рег-2. Ну и все. В принципе, больше регистра тут нет. Для этого мы должны посмотреть адреса этих регистра. Рег-1 это у нас ячейка 10h. То есть, это у нас находится вот тут. А рег-2 это ячейка 11h. Значит, вот тут. Посмотрим, как будет меняться значение в этих регистрах после выполнения данных строчек. Мы заносим в аккумулятор число 220. Дальше заносим его в регистр 1. Смотрим. В регистр 1 появилось число DC. Проверяем, что это за число DC в 10-ти системе исчисления. Значит, DC в 10-ти системе исчисления это число 220, то есть, то самое число, которое мы хотели занести в этот регистр. И так далее. Можно контролировать каждый регистр с помощью этого окошка. Также можно изменить формат контроля. Например, выбрать такой формат. В данном формате указаны регистры, указаны их адреса, их названия, также указаны те значения, которые хранятся в данных регистрах на текущий момент. Видим, что в порту B у нас хранится число 111100. Значит, тут представлены значения в двоичном входе, тут представлены те же самые значения в десятичном входе, а тут представлены значения в ваше настеричном входе. Вот F0 это как раз те самые 1111. Но тут есть еще неудобство. Второй банк памяти находится слишком низко. Нужно спускаться к курсорам и смотреть, что происходит в нем. Поэтому есть плюсы от этого окошка, то есть представление тут есть в бинарном, десятичном и в шестеричном. То есть в двоичном, десятичном и шестеричном. А зато есть минус. Нужно мотать по этой памяти, чтобы дойти до первого банка памяти. Тут же у нас ничего, бегать не надо, не надо никуда крутиться, вертеть этот бегунок. Достаточно все сразу видно, но зато что стеричнее с теми счастливения. Какой из способов вам удобней, тот и выбираете. Существуют еще другие окошки памяти, например, программ memory. В окне программ memory записана наша программа. То есть наша программа, которую мы писали с первой строчки, указана тут. вот bsf статус 0x5. То есть пятый бит устанавливается единичку. С другой стороны это значение записывается как 1683. Именно это значение 1683 будет записано в hex file. Давайте проверим это. Возьмем, откроем нашу программу. let on dist default reduction вот это наш файл. Попробуем найти это число 1683. Тут мы его не найдем, но мы найдем следующее значение. 16, вот наш 16, а вот 83. То есть значения поменялись местами. Дальше идет число 0186. Смотрим, вот оно. 01, а перед ним 86. Аналогично поменялись местами. Дальше идет 1283. 1283. То есть этот самый код записан в hex file, но немножко изменен. Поменяясь местами числа, которые состоят из двух цифр. Но в принципе все видно и понятно. Указан адрес команды вот этой строчки и указан номер строчки кода. Также указаны метки. Дальше инструменты, которые есть. Есть еще инструменты, которые позволяют следить за тем, как меняется значение в регистрах специального назначения. Значит, это у нас Windows Ignorius SFRS. Теперь мы можем контролировать именно, как меняется значение в регистре специального назначения. Кроме того, можем следить, как у нас меняется значение в аккумуляторе. Вот эта строчка, это у нас аккумулятор. И в данный момент там записано вот это число, то есть 130. Давайте нажмем стоп и проверим так ли это. Нажмем сначала компилировать, потом выберем вкладку SFR и пойдем по программе. Встречаем вот команду Move LV и мы по идее с помощью этой команды в аккумулятор должны занести вот это число. Проверяем. Да, записали именно это число. Теперь это число должно быть записано в порт B. Смотрим. Тут уже указано, что это число записано в порт B. Это осталось от предыдущей задачи. Но как я ранее сказал, ни разработчики программы MPLAB не знают какое значение клинится в регистре порт B до того, пока мы это число не запишем. Теперь мы записываем это число и теперь тут точно будет клиниться вот это значение. То есть загорятся именно те светодиоды, которые нам нужны. Дальше будет выполняться программа задержки. Нажимаем Step Over, чтобы ее не выполнять. Запишем в аккумулятор теперь вот это число. потому что тут были действия, которые изменили значение аккумулятора. Далее нажимаем ниже и видим, что в аккумуляторе записано вот это число. Дальше это число должно записаться в порт B. Проверяем. Записалось. И так далее можно проверять вашу программу. Очень удобно. Далее инструмент, который тут есть. Посмотрим еще какие инструменты есть. Существуют еще другие окна с памяти на переконфигурационные битвы. Но об этом мы еще не говорили, поэтому мы не будем затрагивать данные инструменты. Мы затронем данные инструменты тогда, когда они нам понадобятся. Существует еще очень полезный инструмент, который находится в пункте Debugging. Называется StopWatch. StopWatch позволяет определить время выполнения набора команд. Давайте в этом убедимся. Для этого начнем вначале Debugging. Потом выберем наш StopWatch. Нажмем сбросить, очистить. Вначале удалим все предыдущие данные и нажмем очистить. Сказано, что 0 наносекунд. Теперь нажимаем следующий шаг. Видим, что команда выполнена за 1 микросекунду. Следующая команда выполнена еще за 1 микросекунду. Итоговое время 2 микросекунды. Следующая команда выполнена также за 1 микросекунду. Итоговое время 3 микросекунды. Для того, чтобы определить время выполнения одной команды, достаточно сбросить таймер и один раз нажать Next. Step Into. Видим, что команда выполнена за одну микросекунду. Нажмем Далее. Теперь сбросим наш таймер. И посмотрим, сколько времени тратится на выполнение команды Call Delay. То есть, выполнение набора этих строчек. Для этого нажмем не Step Into, а Step Over. Нажимаем. И видим, что набор строчек, который тут указан, выполняется за 100 миллисекунд. Вот этот набор, включая выполнение команды Call Delay, выполняется за 100 миллисекунд. То есть, наша задержка выполняется ровно за 100 миллисекунд. Давайте попробуем с помощью программы расчета задержек рассчитать задержку. Выберем миллисекунд, напишем 100. Нажмем Рассчитать. Видим код. Берем его, скопируем. Ставим. И, в принципе, попробуем выполнить наш код задержки. С помощью программы расчета задержки. Опять нажимаем Debug. Переходим на нужную строчку. Это строчка за Скол. Теперь, значит, что мы сделаем. Мы сбросим таймер. Для этого StopPage мы удалим и сбросим. Все, 0 наносекунд. Посмотрим, сколько выполняется наша задержка. Нажимаем Step Forward. Видно, что задержка выполняется не ровно 100 миллисекунд, а 100 миллисекунд и 4 микросекунды. Для того, чтобы исправить это обстоятельство, нужно заменить значение в программе задержки. Раз у нас на 4 микросекунды выполняется программа дольше, можно что-то поменять. Например, можно удалить 2 НОПа. Это сэкономит нам 2 микросекунды. Проверим. Нажмем. Значит, нажмем тут Далее. Далее. Дошли до новой программы задержки. Нажимаем. Нажимаем Сбросить. Нажимаем. Step Forward. Видим, что значение не изменилось. Дело в том, что мы поменяли наш код после того, как мы скомпинировали наш проект. Чтобы изменения в коде вступили в силу, мы должны остановить дебаггинг и заново запустить его. Теперь мы будем учитывать изменения, которые произошли в коде. Поэтому будьте внимательны, когда работаете с отладкой. То есть, отладка будет учитывать изменения в коде только после ее перезапуска. Также находим точку Call. И сейчас посмотрим, сколько занимает время у нас задержки. Сбрасываем таймер. И нажимаем Step Over. Видим, что на 2 микросекунды стала быстрее выполнена задержка. Но нам это недостаточно. Мы хотим ровно 100 миллисекунд. Для этого мы уменьшим значение в этом регистре. И заново запустим. И посмотрим, сколько времени будет занимать выполнение нашей задержки. Нажимаем Next, Next, Next. Next. Доходим до программы задержки. Нажимаем Stop Watch. Сбрасываем. И нажимаем Step Over. Видим, что время выполнения под программы задержки 99 миллисекунд. 999 микросекунд. То есть не хватает 1 микросекунды. Для того, чтобы у нас появилась 1 микросекунда дополнительной задержки, просто напишем слово Nope. То есть пустое действие. Теперь нажимаем Stop. Теперь нажимаем Play. И проверяем, чему равняется наша задержка. Ниже, 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 ниже. Нажимаем Stop Watch. Еще раз ниже. Сбрасываем. Вернее, очищаем это все. И нажимаем Next. Вот, видим, теперь задержка у нас выполнилась ровно 100 миллисекунд. Таким образом, мы можем точно рассчитывать время. Поэтому, если вы хотите построить программу, в которой нужно выполнять строго определенные задержки, вы должны проверять ее с помощью следующего инструмента, который называется Stop Watch. Но, хочу вас опять предупредить. Дело в том, что 1 миллисекунда выполняется тогда, когда к нашему микроконтроллеру подключен кварцевый резонатор с частотой 4 МГц. Если к нашему кварцевому резонатору подключен другой кварцевый резонатор, например, с частотой 20 МГц, то время выполнения команды будет в 5 раз быстрее, потому что частота в 5 раз больше. Это нужно как-то учитывать. И можно это учитывать и в программе. Для того, чтобы учитывать значение кварцевого резонатора в программе, мы должны нажать File, Свойства проекта. То есть, кто не заметил, нажму еще раз. File, Project Properties. Там, кстати, указано было название проекта. Дальше переходим в симулятор. И мы тут должны поменять значение частоты. Видим, что это значение недоступно для изменений. Нажимаем отмену, останавливаем дебаггинг. И заново переходим в это поле, в симулятор. Теперь мы можем изменять. Но видим, что тут 1 МГц в этой строчке. А вроде как у нас кварцевого резонатора на 4 МГц. Но с другой стороны, тут написано частота выполнения инструкции. Что же это такое? Дело в том, что наши инструкции, то есть наши команды, которые приведены в коде, выполняются с частотой в 4 раза меньше, чем у нас частота кварцевого резонатора. То есть, если посмотреть на картинку, у нас есть кварцевый резонатор, который вырабатывает колебания в виде прямоугольных импульсов. Вот таких. Время одного колебания называется периодом. За время 4 периода выполняется 1 машинный цикл. То есть, время одного машинного цикла составляет 4 периода колебаний, которые осуществляет кварцевый резонатор. Таким образом, частота кварцевого резонатора разделяется 1, деленная на период. Это из физики известно то, что если есть частота, есть период, то частота величина обратная периода. Значит, частота равняется 1, деленная на период. Таким образом, период равняется 1, деленная на частоту кварцевого резонатора. Получается, что период равен 1, деленная на 4 миллионных, то есть 1,4 миллионная доля секунды. Это период наших колебаний. Следовательно, время машинного цикла в 4 раза больше периода. То есть, время машинного цикла это 4, деленная на 4 миллиона. И получается 0,000001 секунда. Или же 0,001 мини-секунда. Или же 1 микросекунда. То есть, 1 микросекунда это время выполнения нашей инструкции. 1 микросекунде соответствует частота 1 МГц. Поэтому в программе MPLAB записано в свойствах проекта, в симуляторе, именно 1 МГц. Если у нас будет подключен кварцальный резонатор с частотой 20 МГц, мы должны исправить тут значение на величину в 4 раза меньше. То есть, 20 на 4, это получается 5 МГц. Время выполнения инструкции. Нажимаем ОК. Давайте проверим. Убедимся в этом. Выберем Stopwatch. Нажмем корзинку. Нажмем начало. И проверим. Видим. 200 наносекунд. То есть, при 20 МГц в кварцальном резонаторе у нас время выполнения данной команды составляет 200 наносекунд. Дальше. За 2 машинных цикла 400 наносекунд. Давайте посмотрим, сколько машинных циклов выполняет программа перехода DECFSZ. Нажмем очистить. Нажмем Next. Видим, что переход составляет 1 наносекунду. То есть, 1 машинный цикл. То есть, 200 наносекунд. Нажмем Next. Команда GoTo выполняется за 2 машинных цикла. Поэтому, тут надо, для того, чтобы было это правильнее, опять нажать. Копинту сбросить и проверить. Команда GoTo выполняется за 2 машинных цикла. То есть, 400 наносекунд. Команда DECFSZ может выполняться еще за 2 машинных цикла. Она не всегда выполняется за 1 машинный цикл. За 2 машинных циклов выполняется команда DECFSZ тогда, когда она переходит из этой строчки через строчку. То есть, в случае, когда значение в регистре будет равно нулю. Вот таким образом мы можем контролировать время выполнения наших команд. Если мы хотим контролировать время выполнения нашей программы, то мы можем нажать на в начале нашей программы, то есть, на клетку Start. Поставить эту точку остановки. Нажать Компинировать. И Дебаггин. Перейти на строчку Start. Так как у нас программа ходит по кругу, то мы вернемся на эту метку Start. Нажимаем на Stopwatch. Сбрасываем все. Сбрасываем таймер. И нажимаем Play. Программа вернулась на метку Start. Для того, чтобы программа вернулась на метку Start, ей понадобилось 80,002 мс. Это с учетом того, что у нас подключен кварцевый снатор, что стоит 220 МГц. То есть, таким образом, мы знаем время выполнения нашей программы. Можем проверить, сколько выполняется определенный набор строк. Например, отсюда до сюда. Для этого мы должны опять сбросить и нажать Play. Вот. Знаем, что этот набор строк выполняется за 60,0014 мс. И так далее. То есть, у нас есть два инструмента, с которыми мы познакомили. Это Stopwatch и PicMemory Views. Еще один из инструментов, очень полезный. Это Analyzer. Analyzer. Analyzer позволяет проконтролировать, что происходит с значениями битов. Для того, чтобы это проверить, мы в этом анalyzerе в начале должны выбрать наш проект. Выберем Let On. Нажмем на Edit Pin Change Definition. Тут у нас выбраны RB0, RB1, RB2 и так далее. RB7. То есть, на данном окошке, именно как раз записаны RB0, RB1, RB2, RB3, RB4. То есть, то, что находится в этой части. Если мы хотим что-то добавить еще, например, RA2. Мы должны перенести его сюда. Таким образом, у нас здесь появится это RA2. Давайте проверим. Вот, RA2. Но зато ширина изменилась. Analyzer. Расширим эту область. Для чего же это надо нам? Для того, чтобы посмотреть, как меняется значение на ножках порта B, например. Если мы поставили сюда только RB0, RB1 и так далее, RB7. RA2 можно убрать, потому что мы его не используем в нашей программе. Убираем. ОК нажимаем. Давайте нажмем на наш дебаггинг. Переключимся на логик аналайзер. И посмотрим, как у нас меняется значение на ножках порта B. Видим, что изначально равны нулю. Потом на ножках порта B поставились единички. Но эти единички могут быть с ошибкой, потому что я вам говорил, что нужно вначале определить значение порта B. Вот сейчас мы его определим. Мы запишем в порт B число 1111. Дальше 4 нуля. Таким образом, ножка RB7, RB6, RB5, RB4 будет под напряжением. И значит, тут будет единичка на эти значения. То есть, темная, коричневая, розовая, синяя и еще такого цвета должна установиться в единичку. Нажимаем Step Into. Видим, что тут единичка. Нажимаем Далее. Видим, что тут единичка, тут единичка, тут единичка, тут единичка. То есть, высокий уровень. А в остальных местах все нули. И далее можно смотреть, как меняется значение на ножках, например, порта B. То есть, на ножках RB0-RB7. Если у нас большая задержка, у нас время, которое показано тут, ограничено. Поэтому, часть информации будет стираться. Давайте уменьшим задержку. Просто возьмем, удалим эту часть кода. Уменьшим задержку таким образом. Просто удалив часть кода. Теперь задержка будет значительно меньше. Напишем тут 10. Нажмем опять Debug. И посмотрим, как меняется значение в нашем Logical Analyzer. Все сброшено. Выбран Led On. Нажимаем Далее, 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 Далее. Ну и, в принципе, нажмем... Вот здесь у нас Start, точка установки. Нажмем Play. И... Вот тут, конечно, возможно, плохо видно. Но видно, что у нас... На ножке RB4 напряжение все время было высоким. На ножке RB6 тоже было все высоким. Ну, потому что у нас, опять-таки, не хватает времени, чтобы все проверить. Ну, хотя нет. На самом деле, у нас просто остановилось прямо вот в этой точке. Давайте нажмем опять Play. И вернемся на Start. На ножке RB7 было высокий уровень некоторых промежуток времени. Потом он стал низким. На ножке RB6 был высокий уровень напряжения. Потом он стал низким. Но этот уровень напряжения был высоким. Два раза дольше, чем на ножке RB7. Дальше на ножке RB5 уровень напряжения был высоким. Но он потом стал низким. Он был три раза дольше, в этот уровень высокий, чем на ножке RB7. И последняя ножка RB4 все время была на высоком уровне. Дальше опять нажмем Play. 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 И, в принципе, видим, как меняется наше значение на ножках RB0-RB7. Вот изменения тут указаны. Видно, что на ножке RB4 всё время высокий уровень напряжения. На ножке RB5 уровень напряжения большей часть времени находится в высоком значении, а часть времени в низком. RB6 половина времени в высоком, половина времени в низком значении. И ножка RB7 большая часть в низком значении. Малая часть в высоком значении То есть светодиоды меньше времени игрят на ножке RB7 Потом на ножке RB6 Потом на ножке RB5 И на ножке RB4 Они игрят дольше всего Но на ножках RB0-RB3 Ножки светодиоды никогда не включались Ну и так далее можно проверять Вот еще один такой инструмент Называется Logic Analyzer Тут существуют еще и другие инструменты Но о них мы поговорим в следующих уроках Ну давайте проверим Выполнение нашей программы У нас есть наш D-контроллер Запишем в него нашу программу Это LEDON И проверим как она выполняется Светодиод подключенный к ножке RB4 горит все время Меньше времени горит Светодиод подключенный к ножке RB5 Еще меньше времени горит Светодиод подключенный к ножке RB6 И так далее Вот так можно с помощью Встроенных инструментов проверять Логику выполнения нашей программы На этом я урок заканчиваю Об остальных инструментах Я вам обязательно еще расскажу На этом все Если понравилось данное видео То ставьте лайк Если появились вопросы То пишите их в комментариях И если Хотите следить за выпуском новых видео То подписывайтесь на канал Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!